Бургаланский. Угнам горят на 40, а температура была все 5 лет температура. Вот в 27-м году, ну то есть в 28-м, то есть в 46-м году в ноябре месяце, 15-го ноября было 38 градусов мороза. Сильно мороз? Да, 7. И вот грузить нам эти, они же грузить. И мы два, вот с армянской, армян у меня был шофер, но в дворе надо здесь спать. Я машину подгоняю, он или он, или я заезжаю в кузов бежать, помогаем. Они несут ему, помогаем. Хотя нам не положено, как шоферам, не именно, что там нас спасали. Нам, чтобы не больше рейсов сделать, правильно? А за рулем тут дорога плохая, хорошо, я цепи делал, мне даже благодарность объявили. Какие цепи нашел, а то они идут, почти не в боксу. Судобейкер был один, пробивал дорогу, тот сломался. А я цепи дел, и ребят тут цепи набросали. Мне, смотрю, газеты были вместе, благодарность делали. С цепями, здесь резинка, просто хорошая машина, но у него колеса лучшие, а так чистые крючки. Ну и вот, мы подгоняли, бросали и все. И вот только тыл победил. Если бы не тыл, как я тебе сказал, 4-вагон пришли, и Жуков дал, даже приказ был бы. Жуков сразу дал приказ, и немцев из Петрограда сразу выбили. Вот что такое тыл делал. И потом, Астон Москва, который, если бы армию не сняли, он в Москву делал. Еще Жуков только 2 дня, гладь, выдержит 2 дня. Если бы месяц, Жуков со Сталином бы болтал, он не хотел Сталин снимать, боялся, японцы нападут. Да японцы нападут, так и так, там хоть одну армию оставить с Катюшами, то, как он сопротивление будет, американцы, по-моему. А Жуков настоял, армию сняли. Я что, вот, поизмал, этого Сталин, в войну, значит, можно, а их уже делали снаряд, показывали в это, кино, и вдвойне уже сделали. Так и за год Жуков Сталин твердил, давай ей Катюше, давай ей танки, это Сталин, его расстрелять было, нам Сталин заявил. Разве можно победить русского человека, как он поет в самом деле песни, один артист нравится, русский в огне не горит, и в воде не тунет, он правильно ходит. Анатолий Иванович, вот, как вы считаете, что для фронтовиков было источником мужества? Да вот, я половину не слышал. Что для фронтовиков было источником мужества? Что для фронтовиков? Было источником мужества. Да не пойму обратно, не пойму, что я считаю. Что для фронтовиков было источником мужества? Мужества, да. Мужества смотрения. Вот, например, партизанский отряд, она была в скользкой области, она, у них в оккупации были, ну, где-то. Политику, я вам такую политику скажу, я вам даже скажу, вот я в политике разбиралась, Гитлер нас победил, если была у него политика. Политика играет роль. Вот я Ленин, за что люблю, Ленин говорит слово сильнее наружу. Почему? Можно сказать, дурочка, это уже ласкательное слово, дурак, уже оскорбление, правильно? Вот расскажу про один факт, как создавался брянский партизанский отряд. Были разбиты войска, а там лес в Брянске. По лесам идут, какой автомат был, какой патронов был, какой не было. Тихонько их собирал, я забыл, кто там кладил. А где жук, и где моя жена родилась, и тростная, и туда дальше. Окупация была. Ну и орел в оккупации было все. Орловская, курская дуга, как создавалась. Подходит немец, бабка, давай яйки. А у нее икура нет, откуда яйки? Вот у Сталина тоже, прям у Сталина вспоминает, Сталин тоже большую ошибку. Даже песни пели. Нет кур, что я ей, дай в год. Нету коровы, 40 килограмм мяса дай, вот моя подруга, если она знает. Это же неправильно, да? Да. Это же сейчас он учился. На ногу, значит, он доходит. Ну, нет, нет, я к немец сделал и застрелил. А была бомбежка, и у нее этот, племянник, ну, короче говоря, родственник-то стал. Я был к немцам, и ребятам говорят, твою бабушку застрелили. А парень был, лет 15 или 16, по-моему, 16 лет, что-то сказал. Ну, не важно. Парень тогда берет топор, кое-где там у него в погреб был ветчинки немножечко, так и сало, туда хлебушку все собрал. Пойдет топор и пошел, как немцы взяли, там, такой, крутили, топора крутили рукой в воде там. Наточил топор, а этот спрашивает его, который топит. А он оккупирован. Это для чего топор? Да да, мне постригать надо. Ночью пошел, как немцы взяли, конечно, лошади, взял хорошую лошадь. И отидол его в пусты, за город. Прибежал, ну, ночью все делал. А немцы так, пятистенка, как мне рассказывают, они там человек 10 или этих. А часовой уходит, а ночь была темная. Парень, конечно, глаза сильнее, он все уедет. Он подошел сюда, немец, он наблюдает, и стал сюда так вот заходить, он ему как-то порол. Так, отрубил голову, взял автомат. А если бы немец поставил на прохранителя, он бы пропал. А немцы боялись. Когда я сейчас вон находит, прохранителя не оставил. Только нажал. Как крикнул, они поднялись, вон их. В комнате, что там, там прицелный какой-нибудь, так вот. Весь патронтаж выпустил немецкий автомат. Припистрелялся, всем автоматы собрал, веревку завязал, потихоньку. Перетускал их, не знаю, ну, вообще нет, на лошадь. Мешок надо вот повесил. И по лесам. И наткнулся на партизанский отряд, где создавался. И рассказал им. Я дал эти автоматы, а автоматы с патрона не взяли. И они приехали. Там солдат был, нофиг пришли, там не сильно. Немного было там. Рота, что ли, была. И как он рассказал, как снимал его, все, они кое-где сняли, все, и всех немцев уничтожили. Вот немец в политике пришла. Если бы он брал, никого не трогал, никого не убивал. Спасибо вам, мать. А то бы он всех, он бы половину кое-кого направил против. И так там некоторые уходили в банду в эту. А если твою мать не трогать, и тебе дает хорошую жизнь. А тут противник. Человек может притянуться. Вот Ленин я читал. Ленин говорит, слово, одно слово, сильнее руки. Если Ленин был, то с Германией воевать не было. Я его книжки читал. И тогда читал книжку, тогда русская революция, немцы напали. А кто это сделал? Если Ленин не сделал, то октябрьская революция не выдержала, немцы взяли. А немцы вначале, после октябрьской революции, а Ленин поговорил, и все. Мировой, и все, крышка. А если бы он с агитацией сделал словами, там же показано кино, там было, Гитлер шел к власти, коммунисты. То при Ленину коммунисты пришли, как власть. Они меня любят. Я вам пример один привезу. 25 рублей нарисован немец. И один немец любил это. Немножко по-русски разговаривал мне. Дай 25 рублей, Герен. Они любили Ленина. Там коммунистическая партия. Я ему отдал, он мне даже, может, как марок уплот. Анатолий Иванович, расскажите про награды свои. Ну, награды, что консульс война, генерал-майор Урабей врубает. Мне в то есть удостоверение. То, что мы сделали, все, мы победили. И не дали удостоверение. И не дали за победу на Германии. Вот и все, как написано, за участие в Великой Отечественной войне. Ну, правда, медаль Сталина, правда, Сталин нарисовал. За участие в Великой Отечественной награждается такое-то, такое-то все. А какая из... Да, даже подписано, генерал-майор Урабей. А какая из наград для вас самая дорогая? Ну, вот эта самая... Что наград... Ну, все, какая? Да, вот эта самая и лучшая чешная. После мне юбилейной медали, если всех собирал, то сколько было, 60-х. Ну, я кое-где у нас неправильно делают. Посол, я жил в деревне 10 лет, здесь только 3 года всего. И рассказывать, жена умерла, а я там нашел. Ну, это целую историю, рассказать, такой книжка, можно. И я пошел в муниционное управление, пошел в... Дайте мне открепительные голосовать. Тыди в муниционное управление, пошел, а те... Мы заняты, через 3 дня придет. Не буду я тут неделю жить. И я уехал, я их половину... Ну, получал там сейчас штук, наверное, несколько есть. А то я их половину не получал. Да, это юбилейная медаль-то нет. Вот. В последнее время, вот, конечно, Медведев за нас здорово стал выступаться. Немножко Лужков говорил. Ну, Лужков, я не знаю, хитрый политик. Он даже нам, пенсионерам, кому 500 рублей, мне вот 700 рублей давал. Это же политика ясна, что будут ли выборы, чтобы мы за него голосовали. Правильно? Он всех пенсионеров купил. Вот эти. Даже некоторые. Вот Лужков, Лужков давал Лужков. Яр Лужков не с его карман давал. Правильно? Это он давал из бюджета. Давал. И по разрешению, если правительство или дума запретил бы ему, он бы ни копейки не дал. Правильно? Это разрешение было правительство. А он мудрый был человек. Он даже фамилии заменил. Такую фамилию-то не такую, знаешь об этом? У кого? У Лужков. Это не его фамилия-то. Ее фамилия Кац. А потом ее выступление. Я не верил в выступление. По телевизору все передают. Он вот зря так, некоторые по телевизору выступают. Например, как Немцов выступал. Вот я вам даже расскажу, почему правая партия проговорила. Вы не знаете, да? А если бы вы слушали по телевизору выступление, Немцов думает, он по телевизору там оскорбил людей этих, особенно пенсионеров у нас, и думает, за него голосовать будут. Если то, он оскорбил. Что Немцов сказал, знаешь? Я могу задать вопрос. Они все же отчитываются. Вот, когда интерес начнут выбрать, ты вот это по телевизору смотришь. Самое интересное. Задаете вопрос. Журналист в телевидении, что ли, или корреспондент, не знаю. Ну, не важно, кто. Обычно они отчитываются это. Там, какой план, какой был. И дают такой простой вопрос. А когда будем жить хорошо? Ну, вот, лучше. И вот Немцов, слово в слово скажу, говорит. Когда старики советской власти отоврут, как, например, мне, тогда мы будем хорошо. Стали выборы, и только они 2% набрали. Это я стыдил. Вторые выборы вообще ни одной не набрали. Разве можно? Если его отец не воевал, дедушка мой, там, сколько, 8 человек, и у вас кто-нибудь там, как он дед, прадед воевал, все. Все погибли. И оскорблять. Он оскорбление мне принес. Я старик советской власти. Я, значит, отмирать буду. Он блаженствовать будет. И, слушай, и все равно все-таки люди настали умнее. И правой партии, она больше не подойдет. Особенно Чубайса. За Чубайса тоже никто не вряд ли. Чубайс какие ошибки делал? Надо так сделать. Это просто держит, просто там кто-нибудь властью не есть. Взял ракет, пускает электричеством пускать, там кабель подведен. Я же работал в Албайске. Я бы в Казахстан ездил. Я бы везде. Почему? Потому что я уже услужил контрразвездку. С меня проверили. Советская власть. Такой организации секретной не будешь работать. Если биография плохая, там проверяли тоже. Не по компьютеру, а бы проверяли будь-будь. И по телефону звонили. Ну вот. Что я хотел сказать-то? Да я забыл. Видишь, по-запару. Ну в общем, короче говоря, я биографию знаю. Все к чему. Они, видишь, сейчас убегают за границу, нахлапают денег, убегают за границу. Не зря я это сказал. Ну это же не правильно. Да мне что-то, типа, вот-два-два-стах. Давление стало подниматься. Антон Иванович, с какими чувствами вы шли вообще на войну? Чего? С какими чувствами вы шли на войну? Чего? Ну сейчас немножко... Хоть война-война, но ко мне сейчас хорошо относятся. Вот я сейчас операцию сделал. Нет, именно на войну с какими чувствами вы шли? Не сейчас, а вот именно тогда, в 40-е годы? Вот вы понимали, что вы сейчас едете на войну? Ну, тут какие чувства... Я же говорил, брат убили туда-сюда. Ну как-то, если... Будешь против немцев. Немцы шли. Тут некоторые молодежь, знаешь, говорят, говорят, не мы напали на американцев, это немцы. Ну как же они, когда кричали, без объявления войны, все. Все газеты трещали, и 200 городов разбит. Они... Сейчас вот друг у нас кричат, не знаю, мы богатые, мне не нравится, что мы, Германия, должны. Да они нам за 200 городов, и поселочный день, и Горбачев-то снял войска, они дань должны платить, как раньше назывались. 200 разбитых городов, и столько населенных, а мы им должны. Они нам всю жизнь должны платить. Да потом в консулы и ряхт, это правильно было? И справились. Их вообще там, не то, что войска выводить, а наоборот, туда ввести еще армию. А Горбачев неправильно сделал. Я не поддерживаю. Как вы воспринимали то, что в начале войны Красной Армии приходилось отступать? Нет, я не думал, что отступать. У нас потому что... Были ли у вас сомнения в победе? Вот мы за 6 месяцев это делали, а за 3 месяца у нас учитель или офицер был. Его за 3 месяца до войны взяли в армию. Значит, все было известно, что немцы нападут. А техники, ни патронов, ни снарядов, ни самолетов, мало было, не выпускали. Все. Ну какой я лишь пацан был. Ну когда брат убили в 43-м году, я еще дом был, я тут настроен, ну конечно, если воевал я, Гитлер, ну короче говоря, мы совместно, что возили, все равно мое участие, снаряды возили, все равно, мы ему горло оторвали. А что вы... Он все равно бы не победил, хоть даже пробилась война. А что вы знали осенью 41-го года о битве под Москвой и о положении под Москвой? В армии нам политикой занимали, там тоже вопрос задавали офицерам, когда под Москвой... В Москву я в это время, а не в каком году, период, в 43-м, я еще в армии не был. Нет, ну, девцы в 41-м подошли к Москве. А в школе, потом, в 6-й классе, и этот, всех, это, большинство офицеров много, у нас учили, с 5-го и до 8-го класса. Все взяли в армию, и я только в 6-м классе 3-4 окончил. Ну, а раз взяли в армию, все, вот уже известно, что военно будет, все. Так что вы знали в коснице? Рассказал Гитлер вчера войну, он хотел сразу всех уничтожить, расстрелять, комсомольцев всех в Германии гнать, все. А раз он вражду народу делал, которых оккупировал зону, это все политический вопрос. Страна в другой раз слабая, а выигрывает в политике, в политике выигрывает все. Наталья Иванович, как вы воспринимали то, что немец в 41-м году подошел вплотную к Москве? Ну, это чё ж, я же дома был, и знали, у нас один служил в Японии, это, ну, пожилой мужик, ну, на японской границе, еще войны не был служил. Он, он, это, как я, деточка Гриша, что мы им связали? Он прямо сказал, нам сказал, пацанам, говорит, пойдете, все равно, говорит, немец не возьмет в Москву, почему? Я служил, говорит, в этом, в Сибири, там, у нас, там армия сильнее, чем здесь армия, и она, говорит, в любое время передвинется, и он Москву не возьмет. все тут ясно все, встретит все, воевали, не знаю, у нас очень сильная армия, там уже, как раз, война шла, а там, начали, Катюшу выпускать, они назывались, это, как же, гвардейский миномет, они назывались, не Катюша, а потом их, когда разбили, там одна женщина пела, стоит, они немцы спугались, все равно мне взял, по политике играет роль, спасибо за субтитры,